Друзья, это произошло именно сегодня. Еще час назад их было 99 и сейчас их ровно 100. 100 подписчиков на моем дзен канале и почти 125 тысяч охват на канале. Здорово и я искренне рад этим цифрам. Во-первых, друзья, поддержите меня лайком, поставьте лайк этому видео, мы пришли к 100 подписчикам на дзене. И, кстати говоря, сейчас на дзене свежезаработанных, так сказать, денег 775 рублей. Это круто. Помните, я ставил цель при помощи Яндекс.Дзена закрывать оплату по урокам английского языка? Эта цель достигнута. В настоящий момент в месяц у меня уходит 2000 рублей на уроки английского и при помощи дзена я закрываю эту потребность. Теперь я хочу добавить еще один аспект. Это оплата мобильного телефона также при помощи дзена. То есть мне нужно еще 500 рублей, чтобы минимум в месяц я собирал 2500 и мог бы оплачивать и английский, и мобильный телефон. Это следующая цель. Интересные выводы, которые, несомненно, вам покажутся занятными. Я научился понимать и предсказывать в рамках моей ниши и в рамках моей тематики, какая публикация будет востребована и популярна, а какая нет. Например, когда я писал статейку «Красивая мошенница пыталась развести меня на всю котлету», я знал, что эта публикация наберет. Я знал, что примерно у нее будет от 100 до 200 тысяч показов и примерно 20 тысяч дочитываний она наберет. Я уже понял, как это работает. Аналогично, когда я писал статью «Сколько нужно зарабатывать, чтобы ездить на Land Cruiser Prado», я тоже исходил из подобных предположений, что эта статья наберет. Есть дежурные материалы, которые я пишу, и они не набирают просто, чтобы поддерживать некую активность. Например, «Сколько должна стоить ваша машина?» «Подано», «Не слишком интересно», «Картинка не привлекательное название», «Ну, обычное», «Ничего там такого существенного не раскрывает». По этой причине статья заведомо, так сказать, провальная. Сейчас я хочу попробовать новый эксперимент на канале. Это новый формат контента, который потенциально может хорошо сработать. Что за формат? Эксперименты над собой. «Десять дней не пьем кофе» и вот что заметим. Я хочу попробовать сделать такую публикацию, чтобы оценить, насколько она сработает. Там пищит стиральная машина. Это меня очень подбешивает, потому что я думал, я успею записать видео до того, как она запищит. И я записал это видео. Открываю файл. И впервые, чтобы вы понимали, битый файл. Вот просто писался файл. Нормально, на этот же фотоаппарат. Остановим запись. Открываю. Первые секунды нормально. А дальше какой-то сбой. Что произошло вообще? Не знаю, камера что ли выходит из строя или флешка выходит из строя. Короче, это меня все жутко не радует. Теперь меня жутко не радует стиральная машина, которая нарушила мои планы. Я думаю, вы прекрасно понимаете мое негодование. Но речь не об этом. Речь о Дзене. Что ж, новые цели и новые высоты. И я хочу постараться обеспечить минимум 4 интересные заходящие статьи в месяц, которые будут набирать примерно такие показатели. То есть порядка 20-10-20 тысяч дочитываний. Это даст, в принципе, нужную сумму, которой будет достаточно для покрытия моих потребностей, которые я ставлю перед Дзеном. Теперь, некие аналогии для ютюберов. Вот представьте, есть у нас статейка, у которой, скажем, 130 тысяч показов и 20 тысяч дочитываний. Что это значит? 20 тысяч дочитываний – это аналог полного просмотра на Ютюбе. То есть, в принципе, полный просмотр, досматривание до конца с удержанием 40-50 процентов – это где-то от 40 до 60 тысяч просмотров на Ютюбе. Вот такие аналоги. Ну и CTR достаточно большой. Еще что я в Дзене заметил. Если материал имеет хорошую конверсию – 10-12 процентов, то он будет получать больше показов. То есть, если каждый десятый из тех, кому был показан материал, дочитывает его до конца, то растут показы. У непопулярных материалов показов будет мало. Одна, две, три тысячи – все. Если нет дочитываний – нет показов, нет продвижения материала. Это логично. Если конверсия на ранних этапах из показов в дочитываниях хорошая, то есть где-то в районе 10-12 процентов, то показы будут нарастать существенно. Если вы видите, опубликовали статейку, проходит несколько часов, 4-5 часов, обновляется статистика, и вы видите, например, ну не знаю, 3000 показов и 500 дочитываний. Или 100-150 хотя бы дочитываний. Можете быть уверены, Яндекс даст еще значительное количество показов, и дочитывания также вырастут. И это здорово. Это то, как работает алгоритм Яндекса, он намного проще, чем у Ютьюба, он понятный, метрики гораздо проще. Это не значит, что Яндекс лучше. Это не значит, что Ютьюб хуже. Ютьюб прекрасен. Ютьюб дает нам больше возможностей. Ютьюб дает нам реальные деньги. Мне, по крайней мере. Потому что я давно этим занимаюсь, я знаю, как это делать. Яндекс это интересно. Это новое направление, это новая тематика, новый опыт, который, к тому же, позволяет лучше понимать аудиторию. Лучше понимать нишу. А механизмы те же самые, что на Ютьюбе. Ведь ничего же нового-то нет. Ведь все это знакомо, все это используется и работает точно так же. Ну, естественно, с поправкой на формат контента. Собственно, вот, дорогие друзья. Так что, кто следит давно за моим сюжетом, за моим форматом про Яндекс.Дзен, вам наверняка будет это интересно. И да, друзья, сегодня, когда я записываю это видео, 13 августа 2020 года, еще не вышла ни одна серия по Яндекс.Дзену. То есть, здесь нет какого-то влияния, знаете, того, что я засветил канал или где-то там его показал. Нет. Эксперимент чистый. И когда я начну публиковать сериал по Дзену, уже будут, наверное, совершенно там, ну, другая будет ситуация. Она не окажет влияния на развитие канала. Так что, этот эксперимент был поставлен корректным. Что ж, друзья, если вам интересно следить за моим сериалом по Яндекс.Дзену и за другими материалами, связанными с заработком в интернете и за YouTube, подписывайтесь на мой канал, включайте колокольчик. А я прощаюсь с вами до следующего ролика. Пока. Слушайте, я не хочу второй раз переписывать этот видос. Я понимаю, что там звук просто запоротый, что вот этот шум прогреваемой газели, блин, долбанный микрофон. Первый раз флешка подвела, второй раз звук ужасный и песчаней стиральной машины. Да что такое-то вообще? Нормально, не запишешь даже серию про Яндекс.Дзен. Ну, блин, вообще кошмар какой-то. Хоть не знаю, там придется все-таки, наверное, покупать какие-то дорогие радиопетли, чтобы писать хороший звук. Не хочу я этим заниматься. Вот вообще не хочу. Вообще сил никаких нет. Такой вот выпуск получился. В следующий раз постараюсь такой фигни не допускать, конечно. Есть вот пара идей. Пойду сейчас экспериментировать. Статью еще писать надо. Такая вот ерунда. Ладно, все, работать надо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова